Прежде всего, посвольте мне с некоторым запозданием приветствовать в стенах и Вы, Школы экономики и Школы высоковедения. Мне очень приятно видеть много знакомых и приятных мне лиц, которые мы регулярно встречаемся, обсуждаем целый ряд серьезных вопросов, которые касаются в том числе и этнического развития, вопросов, которые касаются антификой ситуации. Потому что, на мой взгляд, сейчас в мире есть как минимум три тенденции, которые серьезно настораживают. Во-первых, конечно, количество этнических конфликтов и конфликтов, связанных с религиозными проблемами, не уменьшается, а увеличивается. По нашим подсчетам, например, на Восточной Азии, которые были всегда очень спокойны относительно религиозных конфликтов, конфликтность возросла почти на 20-25%. Это вопросы этнических столкновений, религиозных столкновений. Впервые на Восточной Азии обослились конфликты с представителями мусульманских сообществ, которые обычно всегда были очень спокойны. Если мы перемещаемся на Ближний Восток, за последние 10 лет такие конфликты возросли почти на, по разным подсчетам, 55-60%. И никаких реальных возможностей сейчас урегулировать мы не видим. Это первый момент, который для нас еще важен. Второй, не менее важный момент, это, на мой взгляд, то, что, и это очень позитивно, начинаются диалоги по вопросам связывания развития этнических меньшинств с вопросом их экономического развития. Потому что, конечно же, многие претворечия связаны с низким уровнем финансового развития, образовательного развития, экономического развития. При этом стало понятно, что далеко не всегда крупные предположения, которые делаются в этнические регионы, действительно уменьшают эти конфликты автоматически. Мы это видим практически по всему миру, то есть, к сожалению, требования финансирования этнических регионов увеличиваются, а количество конфликтов может не уменьшаться. Это второй момент. То есть не все связано с деньгами. Наконец-то очень важный третий момент. Сейчас, на мой взгляд, есть очень хорошая конвенция, когда все эти вопросы начинают обсуждаться на глубоком экспертном уровне. Потому что долгое время у нас было серьезное противоречие, вопросы обсуждались на уровне политологов, на уровне специалистов по международным отношениям, и очень мало этих вопросов обсуждали люди, которые непосредственно глубоко задействованы в конфликтных ситуациях. То есть был просто разрыв. И, на мой взгляд, это была просто игра в попытке решить эти вопросы. Они не решались. Сейчас, только благодаря участникам этого круглого стола, мы начинаем поднимать вопросы на очень высоком уровне. И наше экспертное мнение мы доносим, например, с нашей стороны, мы доносим и до правительства, до аппарата президента. И не только то, что творится. В России мы регулярно сообщаем, что творится на странах Ближнего Востока, что творится, например, на стыке между Ближним Востоком и странами Центральной Азии, Центральной Азии, Восточной Азии. Как Россия в этом может быть задействована. Потому что без донесения нашего мнения, к сожалению, наши разговоры могут заканчиваться только в этих кругах. И поэтому мы всегда рады, когда по итогам таких круглых столов рождаются какие-то документы, ведется протокол. Потому что мы всегда готовы все это дело вывести на самый высокий уровень, который только возможно. И еще раз спасибо большое за то, что вы выбираете нашу площадку для проведения таких круглых столов. Всегда рады вас видеть. Пожалуйста, в любой момент, когда захотите, мы с Михаилом уже давно поддержим добрые русские отношения. Пожалуйста, если вы считаете необходимым что-то обсудить, пригласить даже кого-то из руководства, я говорю высокого руководства или из министерств, из ведомств, пожалуйста, говорите. И мы будем приглашать, чтобы они услышали наше экспертное мнение. Еще раз спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое.